Всем привет! Меня зовут Дмитрий и вновь наш канал посвященный печному оборудованию с вами. Сегодня нам предстоит знакомство с очень интересным и известным французским производителем каминного и печного оборудования компании Axis, которая в Европе занимает одну из лидирующих позиций. Компания Axis выпускает свою каминную продукцию с 1999 года и философия компании в первую очередь заключается в долгосрочности, экологичности и, конечно же, качеству выпускаемой ею продукции. Несмотря на то, что каждый европейский производитель каминного и печного оборудования обязан проходить сертификацию качества STIF, у компании Axis присутствует собственная опытная лаборатория, в которой происходит тестирование только что выпущенной продукции. И, между прочим, компания Axis в год выпускает аж более 3800 топок из стали. Продукция компании Axis занимает так называемый премиальный сегмент каминного рынка Европы. Но чем же, кроме этого, нас еще заинтересовал данный производитель? Прежде всего тем, что ширина топки данной 1200 миллиметров, а обзорного стекла 90. Таким образом, красота дня будет просто выпьющая и в скором времени мы это обязательно увидим. В сегодняшнем нашем обзоре участвует топка компании Axis модели F1200, спецификации которой сейчас вы можете видеть на своем экране. Но что еще хочется сказать? Производитель посвящает целых 2 процента прибыли в год на усовершенствование технологий, которые направлены на, первое, красоту в использовании, второе, надежности, третье, росту производительности и экологической составляющей, то есть уменьшение выбросов СО и пыли в атмосферу. Ну что, друзья, вот как раз таки сзади меня и находится наша сегодняшняя топка. И первое, что бросается в глаза, это то, что она утоплена в испанский мрамор. Это очень красиво смотрится. Второй элемент, который также бросается в глаза не меньше, это огромное обзорное стекло, которое благодаря алюминиевому шарикоподшипниковому механизму позволяет нам беззвучно и очень легко его поднимать. Вот это как раз таки есть качество и простота использования. Друзья, что еще хочется мне сказать о стекле? Кроме стандартного, ну в нашем случае вертикального подъема, его можно открыть и в горизонтальном формате. Для чего это нужно? Да, топка имеет функцию чистое стекло. Это, в принципе, классика и необходимый элемент. Но рано или поздно, через два, три, четыре месяца у нас, например, по уголкам образуется какой-то налет гари. И чтобы непосредственно легко было его отмыть, мы можем его горизонтально приоткрыть и специальным средством все это дело у нас очистить. Потом вот так удобно закрыть и вуаля, все опять работает. Друзья, что мы видим далее? Большой стальной каминный бык. Он, в принципе, выполняет свою стандартную функцию, не дает дровам случайно облокотиться на стекло, тем самым его закоптив. Но это еще не все. Благодаря вот специальному подъему, примерно двухсантиметровому, наши дрова не будут лежать при горении посредственно на самой керамике топочной камеры. Все мы знаем, что первичный у нас воздух, первичный кислот поступает в топочную камеру из зольного отсека. Если, например, дрова будет на этом отсеке лежать, то непосредственно поступание кислорода может быть затруднено. И благодаря такому решению от этой проблемы вы, в принципе, отградили себя вообще. Следующий элемент, который я хочу вам показать, это шамотный кирпич, который в нашей сегодняшней топке не просто выполняет функцию элемента, не дающему огни непосредственно соприкасаться с остальным каркасом топки, но и еще является аккумулятором, потому что толщина его целых шесть сантиметров. Значит, по заявлению производителя, даже когда у нас топка уже погаснет, данный кирпич будет отдавать тепло еще до десяти часов. Ну что же, друзья, перед прожигом нашего сегодняшнего камина хочу вам еще показать один важный элемент. Это зольный отсек. Начнем мы с колесниковой решетки, которая выполнена из чугуна первичного литья, в отличие от всей остальной топки, которая сделана из котловой, высокопрочной и жароустойчивой стали. Значит, ну что, во-первых, непосредственно зольная решетка у нас двойная. Для чего это нужно? Я вначале не понял, но спросил у специалистов, они мне сказали, что, во-первых, это примирительный сброс золы. То есть, вот таким вот несложным движением мы можем ускорить процесс сброса золы и очищения вот этой нашей толстниковой решетки. Второе, непосредственно мы можем вот таким вот движением перекрыть вообще подачу кислорода в топочную камеру. И непосредственно настало время нам показать сам зольный отсек. Вот таким вот несложным движением он вообще, в принципе, вытаскивается. Вообще штука очень удобная. Почему? Потому что нам с вами не придется использовать при очищении никаких лопаток, никаких дополнительных элементов, которые нам усложнят жизнь. А просто взять, вытащить и, например, выйти на улицу, просто очистить вот зольный отсек, перевернув его. Ну что ж, пришло время нам теперь разжигать нашу топку. Я думаю, поговорили мы достаточно. Ну что, поехали. Вот мы и решили в середину укладывать драла. В принципе, их можно по всему периметру выложить, но мы решили таким классическим, стандартным образом, потому что мы разжигаем ее в первый раз, в принципе, вместе с вами в режиме реального времени. Ну что, дорогие друзья, справа от меня горит огонь в интенсивном своем формате в нашей топке Axis F1200. Мы видим, огонь практически распространен по всей топочной камере. Это очень красиво смотрится, но это, конечно же, еще не все. Самое интересное впереди. Мы специально достигли данного эффекта, чтобы в ближайшее время вам показать настоящий красивый спектакль огня. Вот. Но предварительно хочу с вами поговорить, вернее, рассказать вам о рычагах подачи непосредственно кислорода, то есть которые контролируют данный процесс и выхода дымовых газов непосредственно. Первый рычаг, который отвечает за интенсивное, скажем так, горение, находится у нас на передней части топочной дверцы. Он очень небольшой и, по сути говоря, он очень просто контролируется. Второй отвечает за шиберную задвижку и находится вот тут вот сверху. Его можно так раз спрятать. Таким образом, шиберная задвижка у нас в открытом положении находится. Если мы его обратно вот так вот выводим, то она у нас закрывается. Вот. Также, кроме всего прочего, настоятельно рекомендуют еще устанавливать при таких больших габаритных каминах шиберную задвижку на дымоход, чтобы тоньше можно было контролировать выход дымовых газов непосредственно в дымоход. Сейчас я вам ее покажу. Вот таким вот образом мы, по сути, это все делаем контролируем. Это классическая шиберная задвижка, в ней ничего супер особенного и нет. Так, а теперь пришло время, я думаю, уже поиграть с нашим камином и вам показать вот этот спектакль и красоту горения. Сейчас, дорогие друзья, вам покажут небольшой такой сюрприз. Сейчас огонь полностью пропадет. Это не сложно совершенно сделать. Мы просто даже не на минимум, а прикрываем процентов на 65 шиберную задвижку, и у нас пропадает практически пламя. Из как раз-таки дырочек вторичного дожига у нас, мы видим, непосредственно идет огонек небольшой. Сейчас вот такое состояние должно где-то секунд 10 еще поприсутствовать, и после этого будет очень-очень красивый, я не знаю, это шоу огня, это не знаю, даже спектакль. Это фаер-шоу. Ну что, сейчас камера остается на топочной камере. И вот такая у нас красота. Если мы шиберную задвижку полностью закрываем и непосредственно закрываем все остальные рычаги, то топ у нас перейдет в режим тления, в режим экономии нашего древяного ресурса. В таком состоянии топка продолжает греть, и причем греть она продолжает очень сильно, мы не должны будем подкладывать только дрова. То есть мы можем ложиться, к примеру, спать, и это нас уже вопрос не интересует. Когда мы проснемся утром, мы увидим еле такие заметные угольки, и, в принципе, мы можем подкинуть на эти угольки новые дрова, через буквально полторы минуты они вспыхнут, и непосредственно процесс повторится. Вот. Ну что, мы сейчас вам буквально через секунд десять покажем огонь. Ну, большое спасибо, дорогие друзья, что у нас продолжаете смотреть. С вами был Дмитрий, наш оператор Сергей. Сегодняшняя топка Аксис F1200. Не забывайте также подписываться на наш канал. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!